Дорогие зрители, продолжаем смотреть матч Виндиго против G2 Sports. Не получилось абсолютно ничего. Команда Виндиго сейчас на Инфердо. Под конец, правда, пробовали камбэчить, но, увы, слишком сильно отыграли G2 на своем пике. Сейчас пик команды Виндиго, карта оверпасс. Посмотрим, как болгары сумели подготовить себя на этой карте. Смитс зажал смок, готов откидывать его своим тиммейтам. G2 ничего нового не придумывают, просто идут на точку B аккуратно через монстр. Долетают флешки, Виктор не попадает, хотя во многом расчет вот этой тактики от Виндиго как раз-таки построен на том, чтобы Виктор делал какие-то киллы и тогда в преимущество ты берешь. А вот Смитс загулял, вообще непонятная позиция от одного из самых опытных товарищей. Точно так же загулял и Шокс, решил сыграть индивидуально, тиммейты никак не поддержали. Бадди падает, 2 в 5 и Виндиго, по идее, с легкостью берут пистолетный раунд. Вот Экзит, он, конечно, пытается отыграть, но нет. Почему нельзя рисовать, ребятки, в новой панораме? Просто нельзя рисовать. Ну вот здесь просто. Смитс, да, как бы, и Шокс. Если стреляться-то вместе, а они по одному пошли. Отдали, отдали свою ситуацию, конечно. Французы удачно вышли на точку, но оттащить раунд не смогли. Смитс просел тиммейт, в брюху попал ножом. Первым кликом 70 хп осталось. Здесь занимает игроки команды G2 аккуратно фонтан, детскую площадку. Ну и пока что все это выглядит, как будто бы они идут в направлении планета А. Хотя, это начало, минута 30. Могут еще 100 раз передумать. И пойти в другом направлении. Вот G2 худшая пистолетка. Да не, пистолетка на самом деле нормальная. Под флешку под смог выйти монстра. Там индивидуальные ошибки потом пошли просто. Вместо того, чтобы сыграть вместе, или затаиться, или подпушить, но в пятером или в четвером, они умерли по одному. То есть не договорились. Не хватило коммуникации. Экзистенс пытается раскинуть лонг. Живет до конца. Откидывает, кстати, хорошую флешку. Там ослеп у нас бабл. Экзистенс пошел просто-напросто в этот смог. Конечно же, он сгорает, хотя мог остановиться. Рисковал, видимо, пытался выручить своих тиммейтов. Не повезло. Шокс остается один против троих. Развалил блокера. Дезерт тыгал у него, в принципе, неплох. Минус бабл. 78 хп, кстати. Он слышал, по-моему, хелпу, но вот о спине он не догадывается. У Шокса появляется МК. Кстати, интересный дигл у него красный. Я такой дезерт тыгал в первый раз вижу. И в итоге Шоксик падает. 2-0. В пользу команды Виндиго. Глоки у нас, естественно, у G2 Sports в этой ситуации. Рисковать, наверное, бессмысленно. Да, никто вообще ничего не покупает. Просто 5 глоков. Попробовать сейчас. Привет, Сенька. Рад слышать, почему один комментируешь. Ну, соло касс так называемый. Сенька не скомментировал. Я комментирую. Анишара комментировал. Я 2, БО 3. Они по одному комментировали. Плюс слипщик и Мингот. Один из Петербурга. Другой из Калининграда. Они комментировали DreamHack. И банально не успели добраться еще до своих квартир. Поэтому их сегодня нет. Бадди умирает. Шокс туда же. Все-таки, кстати, по 250 купили у нас игроки команды G2. Но реализовать они их, по идее, не могут. Экдисон попадает по одному из соперников. И в итоге Кеннин убивает блокера. Ну, один килл в такой ситуации это уже неплохо. Минус какие-то деньги для команды Виндиго. 3-0. Доминация пока что Виндиго. Но, по-моему, и на Инферно. Если я все правильно помню, они выигрывали. Соответственно. Сейчас 5 АК 47. Вторая армора. Ну и много-много гранат. Идут направления хилпы. Защитники. Плюс есть бананщик. Виктор. Коктейль Молотова на монстра откинет. На столы Смитс откидывает банки. Там у нас подпушил блокер. Уходят у нас закрепки команды Виндиго. Пока что назад. Немножко поактивничали и хватит. Но ошибся, кстати, рискует, что его просто набрасывает. Вот и прострелят. Хотя пока он простреливает. И простреливает довольно удачно. Бадди, конечно, зря спалился, если честно, в этой позиции. Такая стандартная позиция для прострела. И, естественно, на того не стоило. Шокс разваливает Виктора. Кенниас отвечает. Размен, в принципе, неплохой. Осталось забрать зигзаг. Выпад на Экзистент. Он видит бабло. И этот парень тут загулял. А вот теперь все довольно хорошо складывается для французов. Экзистент перекрыл дверь. А Кенниас ставит бомбу. Панишер очень красный. Падает все-таки от капитана команды G2. И блокер умирает от Кенниаса. 3-1, G2. Опять пошли на Б-плэнд. Легко взяли раунд. А вот взяли бы пистолетку, все было бы вообще идеально. Возможно, даже 4-0. Разминка для G2 к мажору. Ну да. Они в любом случае много тренируются. Пристреливаются, так сказать. Состав, как я уже сегодня говорил, не стрелковый. Но довольно опытный. Хотя я как-то их не особо вижу. На мажоре. Потому что у нас сейчас вот... Норсы вроде как очень сильные, да? Астралис. Фейзы по-любому подтянутся. Мышки круто играют. Нипы себе показали круто на Дримхаке. То есть... G2 реально могут потеряться. В таком изобилии крутых команд. Шипс. Поджал вместе с тиммейтом сейчас зигзаг. Решили агрессивно сыграть под Б. Надоело им. Что именно сюда постоянно ходят G2. А в этот раз G2 решили занять фонтаны. И пока что не высовываются. Шипс. Чекает зиг. Чекает монстра. Панишер с юмпом. Сейчас флешечка какая-нибудь должна прилететь стандартная. Хотя в принципе... Да, вот она. Дальняя. Против снайпера. А Панишер, вот они ослепили. И в итоге Бабл делает свой минус. Ошибается G2. По банкам. И бомба выпала. Тяжелая теперь ситуация. Оп. Но не для Шекса, который вставит такие хеды. Панишер пытался взять... Так понимаю, какой-то девайс. Более качественный. Но не получилось этого сделать. Бадди разбирает блокера. Смитс падает. Ситуация 2 в 3. И в принципе, это играбельная ситуация. Особенно если Шипс ошибется. В принципе, позиция у Шипса неплохая. И тут не факт, что он читается. Да, Шокс как бы понимал, что тут где-то может находиться игрок. Но что он стоит под ступеньками. Он не понял. Шипс делает свой минус. Остается Бадди. Один против троих. Заходит на плент А. И тут Бабл. Один раз промахнулся. Второй раз промахнулся. Достал Ют. Говорит, не пацаны. Лучше с Юспиком поиграю. 4-1 в пользу Виндиго. У нас у Джету сейчас по... Сколько денег? 2,5-3 тысячи. Это по 250-й, наверное. Как-то так. Одна флешка. И деглы. Все-таки решили вот так вот сыграть. Бабл. Щелкает Кенеса. Бабл. Уходит назад. Тем временем под Б стоит. Шокс вычисляет. Пока что. Бадди. Чекает зигла. Шокси. Забирает все-таки его Шипс. По одному пробует вычислять зиглы. Вот сейчас, кстати, может быть, Бабл подставит в свою кабину. Такая удачная позиция для... Мастера. В лице Бадди. Нет. Бабл все-таки сделал свой килл. А вот Смитс поставил хэд по Панишеру. Ситуация 2 в 4. Один на Банане. Один на Ланге. Блокер отваливает Экзистенса. И Смитс тоже умирает. Ну, это Бай. Экзистенс решил сыграть с гранатами. 4 автомата Калашникова и вторые арморы. Ребят. Шипс. Подпушил с тиммейтами точку Б снова. Продолжают играть довольно однообразные игроки команды Виндига. И за это Кениас наказывает оппонентов. Ребята из Индига понимают, что оно, скорее всего, того не стоило. Виктор перед монстром. Прилетает какая-то фейковая банка пока что под Б. Мы ждут. У моря погоды. Оставили одного на Ланге Панишера. Сами стоят под Б. Тут или на пролом пойдет команда Джету, или все-таки как-то фейканет Бадди. Сделает, чтобы блокер стянулся. А тут надо на удачу играть Виндига. Нужно играть и не высовываться просто-напросто. Экзистенс. С СЗшечка идет в направлении точки Б. Чекает Зиг. Читается. Сильно читается Джету? Затаились-то, не затаились, но карту не контролят. Когда ты карту не контролишь, тебя всегда подожмут. В итоге Панишер уже в спине у экзистенса. Начинает топать совсем. Некой Мильфо ошибается. Панишер все-таки ловит экзистенса. Два игрока на хелпе. Кениас прожал смок. 73 хп остается. Виктор разваливает Кениаса. Ворвался смок. Билк и Виндига берут тот раунд. Даже такие суперопытные игроки, как Джету, могут заливать свои раунды. Да-да. Просто свой раунд залили. Виктор у нас пока в Малых. Шипс падает за ним. Террористы идут в направлении плента А. Ну и Шокс при этом находится в туннеле. Идут, бегут по банану. Там у нас два человека. Под одну флешку Джету ворвутся на плента. И еще экзистенс попадает. А вот теперь все очень плохо складывается для Виндига. Они вне позиции. Террористы довольно быстро поджарились к пленту А. Готовы заходить. Сейчас все в руках Панишера. И он справляется с двумя. Правда Шокс вешает по Панишеру. Но за счет этого Шипс успел подтянуться. Стоит последний экзистенс. И это седьмой раунд для команды Виндига. Пока что оверпасс. Это козырь. Команда Виндига. Пауза. Тайм аут. Откинь несколько компаний. Не. Если честно. Команда Джету неплохо ходит на Б. Но просто нужно это Б разбавить фейками. И контролем карты. То есть чтобы где-то на туалетах на ланге всегда был свой чувак. Который нормально бы там удерживал игроков защиты. Чтобы они не так сильно читали эти выходы на Б. Так что по статистике у нас не все хорошо. В Баде вместе со Смитцем. У одного два фрага. У одного один фраг. И это может быть порешает. В этой ситуации. Шипс. Стоит у нас сейчас. С хаешкой в руках на монстре. Проверяет. Вон. Сратим временем Бадди. Нехило так поджал фонтаны. Отстрелил двоих игроков защиты. Выходит дальше на банан. Переселивает бабла. И вот теперь он свою статистику улучшил хорошо. Кенниас. Довольно раскованная игра. В дверях щелкает Зиг. И примерно понимает игроки команды Джету. Что Виктор чекает точку Б у команды Виндиго. И Кенниас ставит точку в этом раунде. Очень быстрый легкий раунд. Джету и Спорт после паузы. Моментально собирается и берут свое. Кстати еще один такой раунд. И у команды Виндиго не будет денег. Второй тайм-аут теперь от контртеррористов. От команды Виндиго. А подождите. Прошлый рано тоже Виндиго ставили в паузу? Контртеррористы там были. Или террористы я не заметил. Потому что я-то говорил про паузу от Джету. Но теперь я понимаю, что это возможно была пауза от Виндиго. Я могу ошибаться. Почему Кэф 2.7 был на Виндиго на второй? Потому что они первый сильно проиграли. Потому что Джету это тир-1 команда. А Виндиго это тир-2 команда. Вот и все. Ну вот и все. Ну вот и все. Я ухожу из твоей жизни. Тан-таран-таран-таран-таран. Паннишер откидывает флешку сейчас на фонтан. Уходит пока что назад. Откидывает флеш. Под монстра. Шип сильно просел. Коктейль молотова на бочке. Шипс. Чекает сейчас монстрика. Виктор тем временем откидывает смачок под монстра. И... И ничего. И нет. На банане тем временем разбирает бабла. Проверяются контейнеры. Пытаются сейчас ребятки. Из команды G2 Esports зайти на плента. И по идее у них все может получиться. Если они будут использовать флешки. Потому как тут за углами находятся ребята. Правда отворачиваются от гранат. Это даже не столько флешки. Сколько было бы неплохо коктейлями молотова. Классно Аплент закидать. Но судя по всему. У команды G2 такой закидки хорошо нет. Хотя вот один ключевой коктейль полетел. А вот панишера никто слева не проверил. Только сейчас. Экзистон делает свой минус. Блокер за машину. Очень важно его забирать. И только сейчас не усправляется. Но при этом Виктор уже на чеку играет за машину. И ставит точку в этом раунде. Как же близки были G2. И опять же. Им не хватает одного чувака в спине. Который бы не давал уходить пятерым. Просто 4 человека контролировала сейчас плента у команды Виндиго. Слишком прямолинейно от команды G2. Слишком прямолинейно. 5 раундов до конца. У нас блоки у французов. В следующем раунде попробую взять автоматы Калашникова. Синька G2 не может быть тайдинг команды. Только из-за громких имен. Они играют сейчас на уровне Т2 команд. Ну а тогда Virtus.pro на уровне каком играть. Если G2 играют на уровне Т2 команд. Не знаю, ребят. Во-первых, команда легенда. Во-вторых, команда, которая стабильно тренируется сейчас. Играет на всех практически топ-1 турнирах. То есть получает инвайты. Ну, тут не только громкие имена, да. То есть это и организация топовая, и состав топовый. И профессиональный подход к делу. Конечно, G2 не играет так круто, как там 2 года назад. Виктор забирает Шоксика. Чекает дальше монстра минус мид. Ну и падает бадди. Экзистенс 1 против всех. Ну, я сейчас гляну вот рейтинг ЛТВ. Четырнадцатый в мире сейчас французы. И 38-й юнг. Не, ну... Опять же, рейтинг тоже налицо. Что стало с Энви? Вторая пауза от Рицца. Все-таки ТТРы ставили. Слушают пока что Экзистенса. Никто ничего не покупает. Берут, ребята, автоматы Калашникова. Кеннис сможет взять АВП. По идее, должен брать АВК. У тебя долго как-то тянет Кеннис. Взял он на ВП. Шоксик при этом купил автомат Калашникова и первый армор. Ну и раскидка плюс-минус есть у команды G2. В направлении фонтанов снова идут парни. Оставили на монстре одного Шокса. Тем временем Вениго решили прожать, судя по всему, зигзаг. Шокс все это слышит. Ну и... Могут его, в принципе, отстреливать. Хотя Шокс занял довольно интересную позицию. Тем временем дверь открывается. Кеннис падает. Бабл. Хорошая реализация снайперской винтовки. Довольно сильно, правда, просил как Бабл, так и Виктор. Шокс на монстре сейчас играет довольно аккуратно. Занимает зигзаг. Ну и, кстати, у G2 есть шанс там на длине. Видите, на радаре отстрелить Панишера, который играет возле клумбы. Его, правда, Бабл прикрывает, как всегда. Но это вопрос одной флешки. Кстати, флешку сейчас кидают наоборот. Защитники. Хотя смысла в этом нет. Преимущество-то в одного. Зачем рашить? Даже под флеш. Но решили рискнуть. Видимо, хп им свое не понравилось. Думают, была не была. Пойдем на лонг и снем под флеш. В итоге рискует и ошибается. 4 в 4. И далеко не все теперь круто для Виндиго. Один патрон по Баблу, один патрон по Виктору. И досвидули. А сейчас начинается самая важная стадия. Потому что если Виндиго выиграли бы 13-2, тогда, скорее всего, победили бы на оверпассе. А если счет будет 1-4-10-5 или 9-6, тем более, то G2 еще могут откомбачить за счет второй половины. Смит чекает хилпу. Там промахивается снайпер. В итоге плента занят. Бомба ставится у контейнера. Правда, спину будет заходить Шипс. У него прекрасная позиция. Пока никто у команды G2 спину не осмотрит. Но при этом круто отходит через лонг сейчас, ребята, из команды G2. Бадди падает. Не дождался он все-таки. Шипс разбирает. Не палится, кстати, очень четко. Экзистенс не дает понять Шипсу, что 2 игрока. Не знаю, Шипс увидел или не увидел. Нет, не увидел. Потому что чуваки проверяют лонг. Смитс! Такая рискованная игра. Понимал он, что нужно высовываться. Смитс в итоге спарился со своей позиции. Разобрал блокера. И Виктор, кстати, лишний стрейф сделал. Потому что там в какой-то момент экзистенс все-таки открывался. И он мог отдать тот раунд. Экзистенс, браво! Вы заметили, как он круто дес-камеру отвел? Вот это очень важная сейчас была фишка. Многие из вас в такой ситуации наверняка бы топали. Ну как? В основном аматоры, скорее всего. То есть вот тут, когда они убирали одного чувака, Экзистенс специально затаился вторым. И потом на шифте пошел. Для того, чтобы Шипс не дал инфу, что два чувака на банане. И из-за этого игроки защиты чекали периодический лонг. Ну и, соответственно, Во многом благодаря этой фишке, Игроки команды G2 взяли раунд. Сейчас 9-6 и отлетают. Да, кстати! Изи! Изи такая ситуация может... Тем более еще и блокер непонятный бай сделал. Хотя, возможно, в этой ситуации стоило экономить. Отдавать G2 4 и выходить на 11-4. А так G2 могут выйти на 9-6. На 9-6. А 9-6 номер пасси. Это нормальный рабочий счет. Коктейль Молотова сейчас. Прилетает в область Зига. Бабл ловит флешки. Твойная подсадка, да? Обычно эту подсадку делают на экономических раундах. Но тут решили поэкспериментировать. Кстати, там довольно быстро Шокс подошел. Бабл дал ему хэд. Шокс. Ну, пожил бы сейчас. Не знаю, надо жить. Чтобы помнили дети. Ну, кстати, выход на монстра в итоге от ребят. Делают они 1 килл. Но там 3 человека на хелпе. Падают малые пески. Сейчас всех зажмут. Смит начинает нашивать. Ставит бомбу. Дает инфу, что там как минимум еще двое. И отличный спрей от экзистанса. Бабл остается один против троих. И тут чертовски важен сейв. У нас на табуляции нет денег. И команда G2 действительно может выйти на 9-6. Люди из шата действительно считают, что это тир 2. Не, ну, есть как бы логика в их словах. Но я, например, для себя... Понимаете, у нас нет четкого определения. Кто такие тир 1, кто такие тир 2. Поэтому тут всегда есть поле для разных мнений, разных позиций. Я лично для себя считаю, что тир 1 это... Даже 15-я команда по рейтингу. Да, или 20-я. Но если игроки зарабатывают, во-первых, большие зарплаты. Во-вторых, участвуют благодаря инвайтам на многих крупных турнирах. Да, у них есть слот на мажор. То есть это тир 1. Хотя по своему скиллу они могут проигрывать и уступать командам уровнями дига или агоу. То есть Virtus.pro для меня тоже тир 1. Хотя игра эта, она далеко не очень хорошо. Смит накидывает сейчас баночки под B. Вместе с тиммейтами они снова атакуют эту позицию. И виндиго решили повоять за фонтан. Но уже могли бы привыкнуть, что джету больше любят точку B на карте оверпасс. Кстати, даже вот здесь, если честно, при определенных обстоятельствах джету могли бы больше раундов набрать. Вспомните только пистолетный раунд. Чего стоил. Смит находит сейчас шипс, а тот пытался его зарезать. Взял нож, но не судьба. Сейвит, конечно же, Баббл. Сейвит блокер, правда, непонятно что. Нет, идет воевать. Отферливает Смитсап. Ловит хедшот Смитсик, но в ответ дает сразу же маслину по блокеру. И все заканчивается тем, что Баббл один против пятерых. Шипс откидывает Смок на точку B. Дабы перекрыть сейчас, возможно, Виктору Зигзаг. Хотя Виктор идет на монстра. Бомба в руках у теров. Они играют возле спауна. Тут прожали лоу. Конечно, компания Смитс прикрывает неплохо кинес. А кинес еще и ловит второго, будучи красным. В итоге разваливается этот пуш. Остается, правда, Баббл. Может быть, третьего тут игрока команда джету не ждет. Но играет предельно аккуратно. Не ждет. Ну, тут может что-то получится на самом-то деле. Например, Смитс падает. Сыгизм тоже отъезжает. А кинес красный. Оп. И вроде Баббл, которого ждали, сделал тут такую вот грязь. Это 2 в 3. Бадди и Шокс. Шокс действует на Зиге. Может зайти на точку B. Но при этом Бадди попробует взять бомбу. А проблема в том, что точку B прожали с другой стороны. И Бадди хоть и возьмет плент, он, знаете, кого не ждет. Кого не ждет, того не ждет. Он не ждет Виктора в этой позиции, который сейчас легко все его заберет. И вот теперь уже Шоксу ничего не светит. Бомба на Т-спауне. Шокс плюс-минус понимает, где находится Виктор. Разбирает его. Хотя я поторопился, когда сказал, что ничего не светит. Ибо он понимает, что тут может находиться оппонент. Ай-яй-яй. Ну Шокси, Шокси, за контроль же ты. Не так все просто. Время-то было на самом деле. 30 секунд до конца. 10-5 в пользу команды Виндиго. Если честно, это неплохой вариант для G2. То есть они проигрывали с куда более крупным счетом. Куда более крупным отрывом. Но при этом сумели взять вот эти три раунда. И, соответственно, могут счет зацепиться. Реально могут зацепиться. Кто заберет третью карту? Если она будет. Я пока сомневаюсь, что она будет. Пистолетный раунд нам сейчас скажут. Если пистолеты берут французы, то скорее всего третий не будет. Но при этом, кстати, на Dusty2 я помню французов. Помню даже этого состава. И у них неплохо получалось играть. Шипс с Глоком выходит на монстр. Также поражали ЛНБ довольно агрессивно ребятки. Бадди пытается отыграть со своим юспиком. Мне получается попадать в хэт. Вся команда G2 готова сделать выбивание. Есть слэшка и коктейль Молотова плюс Смог. Бабл. Попал немного по Шоксу. Смог прилетает на зигзаг. Коктейль Молотова в нычку. Делают все, чтобы Виктор менял свое место расположения. Но при этом не контролит до конца эту позицию. Подсадка на балкон. Ну почему же никого здесь не было на балконе? А, был. Шипс его убил. Ну круто. Виндиго уверенно прожали точку Б и наказали G2. 11-5. А вот теперь Виндиго на своем пике. Отыгрывает очень уверенно. Нереально могут затащить. Этот бой. Ленин пишет, что у него 200 гривен. Какие ставки? Ребят, скиньтесь, пожалуйста, Ленину по рублю, пожалуйста. Не дайте великому комментатору. Прожить жизнь. Даже не поставив на матч Виндиго против G2 и Спортс. Шипс. Откидывает флешку сейчас на банан. Проверяется коннектор. Ну, команда G2 никого тут нет. Они играют довольно аккуратно. 3 на Б. Хотя рискует экзистенс, но он там прячется, по-моему, чекает лонг. Прятался, да не спрятался. Моментально падает экзистенс. Шипс с тиммейтами сейчас по лонгу пройдут на точку А. И в ответ, наверное, Кенес попробует поставить свой хэд. Нет, не вышло. 43 у Виктора. Виндиго решили пойти все-таки на точку А. Если успеет еще в четвером принимать G2, тогда это шанс все-таки. Смитс разваливает блокера, получает от Бабла. Кенес челкает Виктора. Снова килл от Бабла. И вот сейчас многое решилось. А Бадди упал без размена. Ну и какой бы шокс, конечно, не был крутой. Шансов у него, согласитесь, немного. Будет ли это эйс от Бабла? Кстати, сегодня у нас было сколько? Три эйса от 3D Max, да? Нет, тут, кстати, нет эйса. Паниш разобрал шокса. 12.5 польза Виндиго. Юспики должны быть у команды G2 и Спортс. И в итоге... Это хороший шанс для ребят. Очень хороший шанс. Бадди на бочках. Смитс временем с Юспиком разбирает Шипса. Ситуация 3 в 4. Панишер с автоматом Калашникова чекает... Чекает ступеньки. Экзистент, кстати, неплохо обошел сейчас всех. Но если начнет топать, тогда его услышит Панишер. Поэтому, скорее всего, и в этом раунде мало чего светит ребятам из команды G2. Но идем, даем на Б-плейнте. Тут надо очень сильно попасть. Далеко не факт, что это получится сделать. Но что-то в этом есть. Блокер... Проверяет сейчас... Ой-ой-ой, не проверяет он в итоге Кенеса. И это... Звездный час великого снайпера СП-250. И звездный час закончился всего лишь одним минусом. Ну, не заехала. Бывает. Бывает, не заехала. Сэ ля ви. Сенька, думаешь, Бадди оставили только из-за слота на мажор? А в чем... А, потому что там три человека должно быть. Из прошлого состава. Чтобы квота у них была. Ну, Бадди перестал играть. Я согласен как-то, знаете, на супер таком высоком уровне. В какой-то момент, когда его взяли в команду, он себя показывал там чуть ли не как электроник. Смитс! Как раскрутил свой М-ку. Минус два. Моментальное. Остался, правда, красным. Но пользу он довольно серьезно. Сделал для ребят. А сейчас Бадди как бы... Индивидуально не тащит. Но опять же, понимаете, у этого состава G2 Sports... Претензии можно выставить в плане стрельбы, да? В плане статистики. Наверное, ко всем, кроме Шокса. И то. Шокс тоже. Как и многие игроки настроения. Ему стабильности иногда не хватает. Хотя он во многих матчах все-таки... Минус уходит, нежели минус. Шокс забирает Шипса. Ситуация 2 в 5. Хорошо для команды G2. Потому что они без... Смертей заканчивают, скорее всего, этот раунд. Бабл делает минус. Но 1 хилл это, в принципе, тоже нормально. 13-6 в пользу Виндига. Первый для G2. Бывали камбэки на самом-то деле у G2 на оверпассе. Правда, того еще состава. Интересно, какие сейчас кафы в лайве. На этот матч. Я помню, против Na'Vi, да? Тут такие классические катки были. На овере. Na'Vi круто отыгрывает первую половину. А потом оп, камбэк от G2. Бадди раскатывает Виктора и Блокера. Получает хэт от Шипса. Шокс перекрывает тут же позицию. Минус от Бабла и 2 в 3 экзистенс с Эммочкой. Чекает Зиг, чекает монстра. Бабл 75 хп. По нему попал экзистенс. Откидывает еще один смог на монстра. Смит зажал за Панишера. Тут такая довольно неожиданная позиция. Панишер никак не ожидал видеть тут. Визави и... Бабл 1 в 3. Уходит на Т-спаун. 1 хп. Наверное, в этом что-то есть. Наверное, все-таки можно посейвить. Баблецкий. Пошел куда-то на детскую площадку. Ну, это сейв. С выходом на автомат Калашникова. В следующем раунде. Линдига 2-0 проиграют, думаете. Вот, я хочу глянуть кэф в лайве на... Командочку. На командочку. Ага, на этом сайте нет такого. 2-3 на Виндига. Странно. Странно. Победитель матча 2-3 на Виндига. То есть, кэф на G2 все равно сейчас... А, нет, это неправильно. Сейчас на G2 нормально. Все, есть. Она не обновилась. 3-73. Оп, из-за лочери сразу. Букмекеры в сомнениях. В какой-то момент было 3-73. В общем, можно было поставить. На G2. Вайлдкарт до 3 слота на 5 команд. Или какое распределение будет? Этот вопрос, дорогой Ленин, мы пока что изучаем. Потому что реально, когда месяц или два назад вышел ньюс. Про слоты на эпицентр. Реально понять эту новость было очень тяжело. По идее, одна команда на квалификациях проходит на эпицентр. Так, по крайней мере, было в прошлом году. Поэтому я думаю, тут тоже, дабы, знаешь, придать турниру веса. Всего лишь один слот должны получить. Проблемы с анетом, да? У панишера. Ну, вроде не вылетел. Просто лаги, что ли, не отпускают его. Вспомни их даст против ОГО. Сталин то, что либо Г2, камбэк и вин, либо спотом проиграют. Знаете, даст неоднозначная карта еще. Там вон Норсы. Проигрывали 16-0 его. Совсем недавно. А потом выиграли 16-1. О, кстати, 3.56 на G2. Как вам такая ставочка? Теперь 2.52 на Виндиго. Боже, как... Как кэфы кардинально меняются. 2.52 на Виндиго. 13.7. У них экономический. Ладно. Не, ну если 3.5 на G2 я бы поставил. На 2.5 на Виндиго. Даже по счете 13.7 я бы не рисковал. Мне так кажется. Тенька, где донаты на весь экран? Так я ж не у себя на канале, друзья. Это вы ко мне приходите на стрим, например, завтра. Можете донатить на весь экран. Виндиго. Готовы сейчас пушить точку Б. Прилетает хаешечка очень четкая на монстра. Под шипса. Этот игрок. Все-таки пушит с тиммейтами Б. Но при этом контр-выпад под флешку от Бадди. И вот он. Герой команды G2. Который буквально 3 минуты назад поддавался критике. Есть еще порох у Бадди. Зажимать. Узкий проход. Хо-хо-хо-хо. Сказал узкий проход. Я предвидел сейчас вашу реакцию в чате. Кенес. Не получится. Сделать эйс у Бадди, по идее. Паниш распад 250. Выжидает. А вот кто-нибудь банан подожмет. Но не тут-то было. Ну. Панишер. Ситуация, кстати, видите, показывает, что G2 хотят откомбатчить. Вообще никто не лезет. Просто вот. Пацаны, у нас бомба. Мы стоим. Даже Бадди, который вроде как кейс хотел бы сделать. Он вообще никуда не высовывается. Горилл и Калаши в итоге у нас у команды Виндиго. Счет 13-8. Они пытаются все-таки не дать G2 откомбатчика. Хотя мини-комбатч уже произошел. У команды G2 довольно много денег. Даже если Виндиго возьмут свой 14-й или 15-й. Ну, короче, фактор допов тут очень велик в данный момент. Очень велик фактор допов, друзья. На карте оверпасса. Шипс и компания. Занимает сейчас зигзаг. Смитс моментально падает. Он играл здесь один. Ему не смог помочь Шокс. Шипс начинает вышивать сейчас деревянную стеночку. Шок не поставляется. Монстр пока что контролит Бадди. Эггдиснанс на ланге. Мог бы поджать. Но, понимает, там могут вроде как находиться террористы. Поэтому решил все-таки отойти. Ну, а Виктор просто под флешку решил пойти. Сейчас на точку Б. Падает от Бадди. Оставляет, правда, его красным. Дает информацию. Шок, кстати, в малых песках. А на банан тем временем пошли остальные игроки команды Виндиго. Эггдиснанс пока что их не сильно читает. Но читает. Играет на банке. Слышит. Коктейль Молотова. Бомба ставится у контейнера. Эггдиснанс попробует кого-то вычислить. Чекает лонг. Понимает, что за контейнером оппонент. За машиной нет никого. Моментальный хайд от Панишера. И все-таки. Что и спорт смогут отдать Виндиго 14 раунд. До свидания. 14.8. Календарь я сегодня, конечно, перевернул. Если бы подписаны были на мой инстаграм, мы бы видели, что я ровно в 12. Точнее, в 0.00. 0.00. Перевернул календарь. Перевернул календарь. И реально уже лет 5 или 6 переворачиваю его. Виктор. Снова выход через зверь. Но в этот раз Смитс сделал размен. 4 в 4. Шипс и компания под Б решили выйти через монстра. Смитс на колонне. Забирает Панишера. Бомба выпала. Это инфа. Смитс. Смитс записал, что какие-то суровые стрелки. Неплохо раскатывает. Хорошая хаешка по монстру. Блокер падает. Экзистенс и Кеннис. 2 в 1. Против Шипса. Который под смачок. Пытается взять бомбу. Опачки. Ван Вей нарисовался. Опачки. На халпе можно экзистенс сейчас забирать. Здесь хп осталось. Экзистенс. Не знаю, заметил ли только что Плэнт. Но реально очень близок был Шипс к тому, чтобы взять тот раунд. Давайте ваши ставки, друзья. Принимаю. Принимаю ставочки. Шипс против Экзистенса. Ладно, шучу не принимаю. А то сейчас еще обвините меня. Где мои деньги, Сеня? Нет, только какой-нибудь ваншот может спасти Шипса. Кстати, он интересно играет. Решил оббежать через всю карту. А Экзистенс вместо того, чтобы сыграть на балконе, на самой оптимальной позиции в таких моментах, играет на бочках. Экзистенс. С одной стороны, да, очень грамотный, умный капитан. А с другой стороны, почему-то решил сыграть в угадайку. Хотя в этой ситуации угадайка, ну, она была оптимальна, если бы у Экзистенса был 1, 2, 5, 10 хп, да. Тогда ты с лоу хп угадываешь. А когда у тебя по хп все окей, и ты наоборот догадываешься, что у соперника мало хп. Играй себе где-то посередине, да. Это там на трейне, в коннекторе, на оверпассе где-нибудь здесь. Еще и смог откинул очень плохой. Шипс палился. Экзистенс завел сейчас на коннектор. И в итоге Шипс берет раунд. 15-8. Экзистенс отдает раунд своему сопернику. Оставляет команду Джиту без денег. И, возможно, Виндига победят на карте оверпасс. Не взял. Не, ну реально, неоптимально сыграл Экзистенс при всем уважении к опытнейшему французу. Как бы вот сыграй здесь просто. Просто здесь. Поставят на Б, выйдешь с ним стреляться, убьешь его. Он красный. Поставят на А, ты намного быстрее будешь на этой позиции. А он как бы 50% выбрал. То есть надо выбирать процентов 70, да, Винрейта. А он выбрал 50%. Ну и в итоге чувак просто оббежал на А. 5 АК 47-х у нас у Виндига. 3 Фамаса. У Джиту пистолет и пистолет. Контроль карты. В этот раз под Б пока не идут. Ждут фонтаны. Баббл стоит, ждет лонг. Тем временем под Б стоит у нас блокер, который берет бомбу и идет все-таки в направлении фонтанов. По идее на Аплент решили зайти в Виндиговце. Ну а там проблемы, потому что Кеннис один с Фамасами на лонге и по сути больше никого у нас нет. Кенниса перестреливает. В итоге Баббл. Выход. Аккуратный на шифтах на точку А продолжается. Настянулся пока что один Экзистанс. Действует он на контейнере. Подтягивается, кстати, Шокс. Вроде как понимает французы, что где-то здесь. Но затаили, кстати, классно. Экзистанс до сих пор никого не видит. Начинается, как гранат от команды Виндига. Уже два на машине. Экзистанс, туда же ты бежишь. Или там коктейлем, наверное, да? Под контейнер попали. Экзистанс понял. Надо давать заднюю. Ну и Шокс реализует ли свой красный дигл? Слышит гранаты. Замечает панишера и не попадает на ровном месте. В итоге разваливается. G2 2 в 5. Ситуация практически no chance. Для французского коллектива. И Бадди 1 в 5. А так я говорил, что велик фактор допов. И после этого не раунды взяли G2. Не реализовали они свой камбэк. В итоге Виндига выигрывает карту Оверпасс. Это был их пик. Следующая решающая. Третья решающая. Карта Даст 2. Друзья, не переключаемся. Она начнется.